Это я поставлю тебе, ты у нас будешь наливать, и это я тоже пока поставлю тебе, поизучай, да, а я пока расскажу, как у меня бутылка эта появилась. Дело в том, что я ждал эту бутылку практически 4 года, без малого. Однажды один очень уважаемый мною винный критик похвалил данный бренди. Я, наверное, впервые на этом канале буду называть все-таки не коньяк, а бренди. Потому что даже бренди, ну, например, Торрес, да, или Кизлярский бренди, я все называю коньяком, а вот эту штуку я коньяком называть не буду. И вот этот самый уважаемый мною винный критик попробовал данный напиток, конечно, нет, это же дивин, и написал, что-то там даже со смертью у него было связано, типа, умереть, но попробовать. Очень интересно, но по-русски ничего не написано. Это эльфийский язык. Ты там пока наливай давай нам. Стал изучать. И было это еще до ковида. И написал я знакомой знакомых, которая живет в Кишиневе, что хочу, хочу. Она говорит, да без проблем, вот он тут у нас продается, а я в Россию езжу каждые полгода, поэтому скоро привезу. И сел я, значит, ждать. Но тут на нас упал ковид. И помахал я ручкой, значит, данному напитку. Да, ты пока разглядывай, нюхай там и все такое. Да, стол втирай. И стал ждать дальше. А потом началась специальная военная операция. И границы с Молдавией опять. По-моему, еще больше усугубились, да, чем во время ковида. Но не буду говорить имени, да. Знакомая, там еще собаки у нас лая тоже, господи. Ей это все надоело. И она сказала, была не была, там через Турцию, Грузию с пересадками еду в Россию. Все. Соскучилась. И вот взяв эту бутылку, наконец-таки совсем недавно она прибыла и вручила это мне. И буквально когда она мне это вручила, другой, очень уважаемый мною блогер, который специализируется на виски, написал, я попробовал данный напиток, это какая-то хрень. Написал он. Мне, говорит, напомнило это Метаксу. Точно. Что за знакомый аромат, блин. И все такое. И вот открывал я этот напиток уже вот с такой дилеммой, когда два очень уважаемых мною блогера, один винный критик при этом, один очень похвалил этот напиток, а второй, наоборот, сказал, что это какая-то хрень. И я это попробовал. Составил свое мнение. И теперь я хочу, чтобы ты это попробовал. Сказал мне, что ты об этом думаешь. Слушай, ну по аромату я тоже сижу, думаю, что-то где-то... Что-то знакомое, что-то непонятное. Опять же, какие-то оттенки патоки. Но ты сказал Метаксу. Точно думаю, это ее ароматы. Да? Что это такое? Это хересный бренди. А, это хересный? Это не просто хересный бренди. Это херес, перегнанный в дистиллят, после чего выдержанный в хересных бочках и редуцированный до 40 градусов хересом. Херес на хересе, хересом погоняется. Хересом погоняется. Ни хера себе. Я могу сказать, что мне очень нравится его аромат. Это необычный вообще. Он пахнет крепленным вином. Он пахнет этим самым хересом. Портвейном. Не знаю. Вот такие ароматы. Это айвовое варенье, мед и орехи. Грецкие поджаренные. Ну, вот патока есть. Подожди, варенье. Мед, патока, да. Вот это все тут тоже есть. Варенье из айвы. Не, оно как-то ярче звучит. Может быть, даже воск или вот какие-то церковные ароматы тут присутствуют. Ладан есть. Вот точно. Ну, вот что-то такое. Ладан есть, да. Ты еще не пробовал? Нет, я пока только нюхаю. Вкуси. Причем я посижу, посмотрю на тебя, как ты это будешь делать. Я же хочу разобраться, понять, что это. А, давай, давай. Он боится вкусить. 25 лет. 25 лет. Ничего не понятно. Все на эльфийском языке написано. Или на орочем, не знаю. Грецкий орешек есть. Такой вот, поджаренный. Может быть, где-то далеко есть инжир. Ну, вяленый, естественно. Вяленый. Такой турецкий, белый, белый. Там, где много этих семечек. Вот это вот он такой. Его аромат. Ты знаешь, чем больше его нюхать, тем он мне больше начинает нравиться. Поначалу мне какой-то вот... Что это такое? Метаха. Сейчас как-то сижу... Я когда его впервые понюхал, я такой, портвейн. А сейчас сижу как-то больше начинаю. Портвейн. Мне вспомнился этот. Портвейн Сурош. Массандровский. Да, есть портвейновые темы, есть тут, яркие. Интересная схема, да? Тихо, не бей посуду. Эффектно. Короче, пробуй давай. Из хелеса, еще в хелесной бочке, еще и хелесом разбавлен. Да. Вообще. Ну, сейчас орехи больше выходят. Орехи торчат сильно. Он раскрывается. Аромат раскрывается. Как бы с ним и спешить не надо, а ты меня все подгоняешь. Давай-давай, пробуй. Мне просто хочется увидеть твое лицо, когда ты это попробуешь. Я уверен, оно будет множество эмоций источать. Ну, вот аромат мне больше сейчас нравится, чем в начале. Он лучше стал. 25 лет, между прочим. С почтением относись к напиткам. Изюма сейчас белый появится. Не торопись, да, четверть века. А ты хочешь, чтобы я тебе за 5 минут раз-два и все сразу распрою. Мне, время еще есть, нормально, давай. Короче, сейчас аромат мне нравится. Изначально он мне не понравился. Ты понимаешь, что сейчас вот люди там по ту сторону экрана смотрят, такие, Витя, пробуй. Витя, пробуй. Это же ролик, куда ты меня гонишь. Это не стрим. Меня никто не ждет. Это ролик. Хочешь, перематывай. Ладно, пробуем. Че это за херня? 40 градусов. Хороший лиц. Как вроде градусов 30, разбавлено, хрен ты не знаешь, чем. Чем хересом. Чем хересом, я не поняла. Вроде шестой. Слушай, аромат лучше был, чем вкус. Значит, не пить. Аромат вообще классный. А в киеве не очень. Че-то какой-то ажар. Тогда я не буду. Пустой какой-то хлоп. И все. Какая-то кислятина. Даже знаешь, что есть вместе с кислятиной? Какой-то дроживой привкус, я бы сказал. Вот на послевкусе есть вот осадок. На послевкусе вообще чисто крепленое вино. Осадок от вина. Ну, чисто портвейный или хереса ты выпил. Крепленое, по-моему. На вкус. Ну, вот абсолютно. 25 лет. Слышишь, какой он был бы вкусный, если бы они туда вот этого не налили. То есть, ты нюхаешь, ты ощущаешь какую-то гамму. Не, ароматы сладкие. Что-то интересное, да. А потом ты пробуешь и такой... Ну, какой-то портвейн. Какая-то такая, значит, вымоченная доска даже пошла, вот дубовая. Какой-то портвейн, который при этом тебя бьет по шарам. Перепортвейненный портвейн. Испортили. Ну, херня же. Ну, херня, да. С каждым лотком он все кислее и кислее становится. Кислятина. Хрень ваша херес. Или херес ваша хрень. Академас. Ну, ты реально, понимаешь, я его так ждал. Да, это зачарование. Столько лет я его ждал, он прибыл. Зря они ты на хереса нахерачили. Разбавили бы хорошей водичкой мягенькой, было бы классно. И вот тут думаешь, сахаром что ли уже насыпали туда? Кстати, да, сахара нет, сухой по вкусу. Не помешал бы. Кислятина есть, сахара нет. Просто кислятина. Такое вот оксидированное, крепленное вино. Я понимаю, сделать дистиллят из хереса. Я понимаю, хересная бочка. Ну, нахера вы туда нахерачили хересом? Вот это я не понял. В общем, ты согласен? Согласен. А вот у Ангелины были неоднозначные мысли. Аромат под конец мне понравился. Ну, на, попробуй. Не, я уже его перепробовала. Он продышался. Изначально налили бы лопатока. Он продышался, полезли орехи. Не, аромат офигенный. Инжиры вылез. Аромат хороший. Но вкус? Кислятина. Кислятина, оксидация. А, вот это хересная кисляция. Кажется, что это просто взяли и добавили к спиртяге портвейку. Ну да. Зачем? Портвейн вроде вкусненький был, но что-то теперь его пить нельзя, потому что он срубит. Перекрепленный кислючий портвейн. Да. Да. Вот так вот. Действительно, я бы сейчас сахаркул туда добавил. Первая в жизни, блин, хочется туда добавить. Не надо. Лучше его нюхать просто будет. Может, куда-то его в готовку пустить. Выключай. Я не знаю. Облизывай сахаркул.